Орел стал центром тяжелоатлетических баталий впервые за последние годы. Именно у нас проходит Кубок России по тяжелой атлетике. Большая заслуга в проведении этих соревнований в Орле нашего земляка, заслуженного тренера России Анатолия Рябцева. Именно он настоял на том, чтобы этот кубок состоялся в Орле. Пропагандируем, чтобы тяжелая атлетика развивалась в городе Орле. Она к нулю пришла, понимаете? На площадку спортивного центра «Грин» съехалось более 180 спортсменов из 60 регионов страны. Каждому участнику предстоит поднять штангу в шести попытках – в рывке и в толчке. 17-летний Сергей с корейской фамилией Ю на эти соревнования приехал из дальневосточного города Холмска Сахалинской области. Штангу начал тягать полтора года назад и за это время добился немалых высот. Я с волнением не могу никогда справиться перед соревнованием. Всегда горю и выхожу на помочь, все как в тумане, не знаю, что с ним делать. В этом году у меня то ли это последний старт только, последняя возможность мастера выполнить. Ежегодно на подобного рода соревнованиях просматривают кандидатов в сборную России. Вот эти соревнования становятся отборочными для апрельского чемпионата Европы. Перед ним у вас здесь же планируется 9 февраля будет чемпионат тоже России. Он уже будет являться отборочным. Тут уже приедут все звезды сильные, которые выступали на чемпионатах мира. Все будут отбираться к этому чемпионату Европы. Честь Орла на Кубке России по тяжелой атлетике отстаивают семеро тяжелоатлетов. Уже в это воскресенье пройдут финальные соревнования, и мы узнаем победителей и призеров турнира. Андрей Желяев, Степан Змачинский, Артем Моисеев. Для программы Оперативный эфир.